так доброе утро доброе утро дорогие друзья всем привет бонжур хелло из святого города иерусалима и мы продолжаем изучать продолжаем изучать медилат эстер свиток эстер это часть письменной торы в которой раскрывается очень важная для всего мира для еврейского народа первую очередь естественно история о том как как хотели уничтожить весь еврейский народ 2400 лет назад и что из этого вышло мы остановились на второй главе вторая глава как раз место когда девушка эстер сирота которую усыновил ее дядя морды хай и девушка эстер она была забрата забрана во дворец вот этого вот ахашвироша царя такого императора того времени и значит он этот император до этого убил свою жену представляете вообще вот я сегодня только думал думал вот это вообще были нравы да такие муж позвал жену сидит бухает с друзьями позвал жену говорит приходи приходи голая в короне а жена она внучка на выходные цара императора вавилона которая разрушил первый храм и она горит я не приду он говорит это восстание против царской власти на чему посоветовал его пример его один из советников аман его звали он посоветовал говорит смотри это она не против тебя сказала это вообще восстание и сейчас все женщины перестанут уважать своих мужей служатся это вообще не годится значит казнить надо казнить и этот ахашвирош и и убивают представляете вообще кто по сегодняшним понятиям он был да он был насильник и убийца значит дальше что советует этот советник аман он ему советует ахашвирошу устроить конкурс красоты выбрать всех девушек действенниц с совсем перей собрать вот не всех но самых красивых и проверять их какая понравится ее сделать царицей чтобы вы знали вообще силу царя представляете и стр схватили прямо на улице она была очень красивая и забрали его дворец 12 месяцев готовили девушек 12 месяцев их проверяли чтобы не было никаких заболеваний натирали следили карантин был такой 12 месяцев был карантин и вот значит мы дошли до того значит что было написано так 17 отрывок 17 отрывок так секундочку вот 16 мы остановились над этого в это 15 отрывок второй главы значит и когда и когда пришла очередь стр написано и когда бы идея торрестер пришла очередь то есть девушки каждую ночь заводили к нему одну девушку представьте это очень интересно что вот сейчас вайнштейна девушки сами к нему заходили просили роли он думал что он им нравится то есть была у него такая ошибка он думал что он им нравится и он с ними с ними он как бы вступал в отношения думает ну вот я такой привлекательный вообще человек харви вайнштейн а потом эти девушки через 20 лет друг сказали что он их изнасиловал и его посадили в тюрьму там на 20 лет или что такое а здесь ахашвирож значит он каждый каждую ночь он вот такого делал и когда пришла очередь эстер дочке а вихайл значит папа ее звали а вихайл значит дот мордыхай и был у нее дядя мордыхай а шерла кахло либо который он ее до этого установил установил мордыхай лявой ламел пришла очередь ее прийти к царю все ее ее очередь представляете лобик шадавар она ничего не просила другие девушки просили они же хотели все эти стать царицей потому что если ты в эту ночь не проявила лучше свои качества то тогда тебя отсылают в гарем и ты там в этом гареме до конца жизни сидишь вокруг тебя и внухи вот эти вот кастраты и значит и вот другие такие же несчастные женщины труженицы народа востока и значит если позовет царь хорошо не позовет вообще проблема в общем они просили поэтому они готовились к этому дню они старались они прямо очень сильно старались показать свое мастерство и значит когда пришла очередь эстер она ничего с собой не просила а только то что сказал ей взять агей сариса мэлы главный вот этот вот евнух царя значит он не сказал слушай эстер возьми хотя бы там причешись еще что-то а то меня уволят но он же он же хотел выполнять свою работу и надо понять все царя боялись в древнем мире если царь вот он на кого-то вот так посмотрел и если тот на кого он посмотрел ему не понравился царь говорил вот этого казнить все это была неограниченная власть такая и написано что эстер она но сет хэн бэйне коль рээ эстер нравилось всем кто на нее смотрел это очень важное качество хэн такая приятность в глазах вот бывает чека красивый вроде там он весь какой-то такой модно одеты все но он неприятный вот он злой какой-то или жестокий или такой а бывает человек и просто одеты все но он прям приятный приятный человек очень мастер была приятная девушка значит и день когда это было произошли эти события это был значит это был десятый месяц месяц который называется тв и месяц тв и значит это прошлый был месяц вот сегодня начинается адар прошу хода шадар сегодня месяц адар как раз когда пуримские события произошли всем до хорошего месяца адар это самый веселый месяц в году него приходится паре праздник пурим теперь значит а это ее забрали в десятый месяц на седьмой год царствования царя то есть к тому моменту царю же царствовал ахашвирош 7 лет над этой империи 127 областей он ее удерживал он ее держал он был такой знаете в то же время все были дети народу были дети все восставали друг на друга воевали и он умел это все удержать и значит у него единственная была проблема ему не хватало жены то есть у него был целый гарем но он хотел как знаете каждый хочет любить и солдаты моряк да каждый хочет иметь и невесту и друга это леонтьев такую песню пел и значит он он тоже хотел жениться и вот значит пришла очередь эстер и написано в семнадцатом отрывке ваея в амелых от эстер и полюбил царь эстер любого очень удивительная вещь да в русском языке есть на этот счет такая поговорка что любовь зла полюбишь и козла или там любовь нечаянно нагрянет когда ее совсем не ждешь вот здесь произошло какое-то у него замыкание и написано прямо в семнадцатом отрывке 2 главы медилат свитка эстер и полюбил царь эстер миколь а нашим из всех женщин то есть у него естественно был доступ ко всем женщинам которые только были в его империи но он полюбил ее ватиса хэн в хэсет лифанав миколь аптулот и она подняла на хэн хэн есть какое-то принципиальное отличие между девственницей и недевственницей да то есть женщина которая уже была с мужчиной или которая не была есть в этом какая-то особая разница например священники в еврейской которые служили в храме коины они могли жениться только на девственницах им было запрещено жениться на разведенных женщинах категорически то есть если он женился на разведенной женщине и у нее после этого были дети они уже не были священниками они уже в храме не могли служить значит так дальше что и он ее полюбил полюбил в см кетер малхут беруша и он сам лично одел на нее корону одел на нее корону своими руками отдел кетер малхут царскую корону в м лиха тахат ваште и он сделал царицей вместо ваште вместо внушки внучки на выходной цара который он до этого убил то есть надо понимать что стать женой такого человека это очень опасно то есть я не думаю что какая-то нормальная девушка или женщина захотела бы выйти замуж за мужчину который убил до этого свою жену ну хотя я когда-то работал женской тюрьме я работал женской тюрьме как-то преподавал преподавал мне был такой этап жизни я хотел помочь вот этим женщинам которые там сидели и значит как-то я решил с ними ближе познакомиться спросил кто за что сидит и оказалось что у меня где-то полгруппы моего урока были сидели за убийство своих мужей они сидели за убийство мужей и разные бывают люди и одна потом она стала на путь исправления и она потом меня просила говорит вы знаете говорит я скоро уход выхожу и найдите мне мужа пожалуйста пожалуйста найдите мужа там ваше в религиозном мире хорошие связи я я своей знакомой рабонит есть хана лернер которая как раз занимается шедухами которая ну вот занимается ищет мужей же он помогает людям жениться я говорю что хана вот есть одна девушка хочет замуж выйти она правда сейчас в тюрьме сидит за убийство мужа но она очень смеялась хана говорит вот мне в таком случае будет очень тяжело найти но мы видим что эстер стала царицей вместо вашки и царь ахашвирош он до этого убил свою жену восемнадцатый отрывок и сделал царь пир огромный для всех министров и назвал этот пир пир эстер именем эстер он назвал этот пир сегодня у нас будет значит праздник гулянка такая называется пир в честь эстер в анахали меденот оса и сделал он для всех 127 стран он сделал им скидку в налогах он говорит я вам в честь того что у нас новая царица в империи делаю скидку в налогах и начал давать он разные разные подарки разным людям честь там ордена медали и так далее в честь того что появилась новая царица которую он любит значит и что он еще сделал что он еще сделал байкабет в тулот шинит у мордых он собрал еще всех всех еще которые оставались девушки вот эти девственницы которые ждали своей очереди он и всех собрал отправил по домам значит говорить все конкурс закончился конкурс закончился значит у мордыхай и шеф бешара мелых и мордыхая ее дядю который ее усыновил он посадил в воротах дворца сказал мордыхай теперь он но имеет особое право сидеть в воротах и он но ну то есть поднял его дал ему какое-то там чиновичье звание да посадил вот уже в воротах зачем он все это делал он хотел узнать из какого она народа но она двадцатый отрывок энестер магедет молота в это мага шер тивали мордыхая но эстер не говорила ему ни своего места рождения не своего народа как приказал ей мордыхай вид мамар мордыха из терраса и все что ей говорил мордыхай ее дядя она его слушалась то что не говорила на его слушалась кашир а этап на это потому что она была его усыновленная девушка дочка он ее усыновил он и воспитывал и он не сказал смотри стер если ты сейчас скажешь кто ты что-то То тогда ты будешь уже царицей до конца жизни А так он может тебя разлюбить и выгонит Не убьет, но выгонит И тогда ты сможешь вернуться домой и жить обратно спокойной жизнью Зачем тебе нужна вся эта царская история? Она тебе не нужна И она не говорила ни из какого она народа Никто, она была скромная девушка, которая очень скромно себя вела И не хотела она никакой вот этой вот царской жизни Потому что царская жизнь очень опасная, очень опасная Значит, в эти дни, дальше продолжается история Это все идет завязка, завязка, интрига такая идет В эти дни Мардыхай сидел в воротах царя И там стояло два главных охранника, служба безопасности Одного звали Кацав, значит, Кацав, Бектан, Ватереш, Шнесарисея Мелах Они были два телохранителя царя Мишамрей, Асав Они, его близкая была служба безопасности Они охраняли царя То есть у него было много разных служб безопасности Но эти были такие очень из приближенных его ФСО, да Как федеральная служба чего-то там, охраны И они задумали его убить То есть интересно, есть информация такая Вот я когда-то читал, что на Гитлера, чтобы стерлось его имя Было 45 покушений 45 покушений и ни одно не получилось У тех, кто покушались И там и генералы немецкие покушались И американцы, все покушались на него Лично люди Все, 45 покушений, везде он выжил И любой, любой диктатор, любой властитель Который властвует, убивает, забирает девушек и так далее То есть власть подразумевает постоянную борьбу И на него, на любого властителя Это в Талмуде сказано прямым текстом Что власть сокращает жизнь И все это время, когда человек властвует над другими Это ему идет во зло Тому, кто властвует То есть это Такой закон И те, кто лезут во власть Они это знают Они понимают, насколько это опасно То есть они реально Такая у них постоянная война друг с другом И Ахашвирош, несмотря на все службы безопасности Вот эти два охранника хотели его убить И эта вещь стала известна Мордыхаю Сейчас я расскажу, как она стала ему известна Это очень интересная вещь И эта вещь стала известна Мордыхаю И он сказал Эстер Царице Ветумар Эстер Лемелых Душа Мордыхая И он это передал Эстер А Эстер сказала царю от имени Мордыхая И что? Ваевукаш Адавар Ваимаце И начали расследование И нашли И повесили двоих на дереве И записали об этом событии В книгу Деврея Мимлев-Немелых Была специальная книга перед царем Где записывали важные для него события И такой дневник ежедневного успеха И записали в эту его книгу Что вот его спас Мордыхай Это закончилась сейчас третья глава Теперь давайте чуть-чуть копнем вглубь Значит, эти два охранника Они были из одного из народов 127 вот этих стран Например, в российского царя охраняли По-моему, чеченцы его охраняли И тоже какой-то кавказский народ То ли чертесы Чертесы, по-моему, да То есть, они были его служба безопасности Служба охраны Почему? Они говорили на своем языке У них были какие-то договоренности свои И то же самое было у царя Хашвироша Вот эти два его охранника Я помню, Равыска Зильберг когда рассказывал Он их почему-то называл удмурды Удмурды То есть, они говорили на удмуртском Понятно, что это не были удмурды И они не говорили на удмуртском Они говорили на каком-то другом языке Но Мордехай, который входил в еврейском народе Есть самые большие мудрецы Моэцет Гдолета Тора сейчас есть Например, есть такой совет Великих людей в Торе И в то время Те, кто заходили в этот совет Они же были пророки Мордехай был пророк И это люди, у которых был доступ Вай-фай к источнику знания То есть, мы все находимся под Как сказать Ну вот, ребенок рождается Он вообще ничего не знает Потом ему начинают эти знания В него начинают люди загружать Знаете, как в компьютер Можно загрузить через флешки Скачать информацию Потом, когда развился интернет Начали в компьютер Подключали интернет таким проводом Или модем И он такой еще трещал, как телефон И ты на компьютер мог Медленно-медленно закачать Какую-то информацию из интернета Потом появился вай-фай Сейчас с такой огромной скоростью Компьютер может получить Из интернета любую информацию А пророки, они были на таком духовном уровне Что они получали информацию Сразу же от Всевышнего Из духовного мира И получается, что Великие мудрецы Вот самые главные в народе Израиля Мудрецы Как бы самые верхние И Мурдыхай входил В эту самую верхушку Они знали все языки То есть они знали и понимали Все языки Самый мудрый из людей Шлома Амелых Он понимал даже язык животных То есть животные же тоже Передают друг другу информацию И когда человек находится На самом высоком духовном уровне Соединения со Всевышним То до него доходит Высокая такая информация Вот например Даже сейчас мы изучаем Тору Да? То есть до кого-то доходит А кто-то включил такой Вообще, что это они рассказывают И выключил Потому что до него не доходит Чтобы Тора до кого-то доходила Уже нужно быть на высоком духовном уровне Но чем ты выше поднимаешься На уровне постижения Божественной истины Тем тебе проще понимать Вообще все, что вокруг происходит И Мурдыхай Он знал всего из 70 таких Ну как бы корневых языков 70 корневых народов Которые потом расщепляются И 70 корневых языков И Мурдыхай знал все 70 языков Понимал И когда эти два удмурда Они разговаривали между собой Как убить царя Как будем уничтожать Они видели Сидит какой-то еврей Такой непонятный С пейсами в шапке В такой непонятной Лицо вообще странное Такое, да, с бородой Сидит такой Сам в себе Его возле ворот ему разрешили сидеть А эти два удмурда Такие качки Спецназовцы Они значит Давай, ну что Как будем царя убивать Давай так, давай так Новичок там, не новичок Все А он это понял И он сказал Эстер Чтобы она рассказала царю Царь приказал расследовать Их повесили Но тут самое интересное В этой истории Когда-то Когда где-то Около ста лет назад Был такой Был такой Монтифеори Его звали Он был очень влиятельный По-моему в Англии он жил Очень богатый Влиятельный еврей И такой Современный Образованный И он Тогда как раз Начали евреи Возвращаться в землю Израиля Была первая Алия То есть 1900-й год 905-й 910-й Евреи Начали уже съезжаться В землю Израиля Со всего мира В основном из России Они ехали И здесь было очень тяжело Здесь не было еды Здесь не были малярия Болото Тут был просто Такой знаете Пустынная земля Которая просто страшная На 2000 лет Ждала еврести народ И поэтому на ней Никто не мог жить Условия были Здесь хуже не придумаешь И начались евреи съезжаться Сейчас же Вот такое Последнее время Когда Бог Возвращает еврейский народ Будет храм Скоро Там придет Машех То есть мы уже На финальной Серии Дай Бог Чтобы мы увидели Машеха Своими глазами В общем Монтифеори Он финансировал Это возвращение И он Очень много денег Жертвовал на Израиль И он С одним Равином Того поколения Кем-то Из самых Великих Равинов У него возник Спор Он Монтифеори Говорит Мы должны Евреев религиозных Обучать Кроме Торы Чему-то еще Например Языкам Физикам Математикам И так далее А этот Равин говорит Если евреи Будут изучать Тору И будут служить Богу И выполнять заповеди То не надо будет ничего То есть Все будет Прямо идти с неба Будет просто Все идеально В Израиле И во всем мире То есть Евреи Это народ священников Евреи должны Учить Тору Соблюдать заповеди Все Ничем другим Евреи не должны Заниматься Этот Монтифеори Говорит Ну извините Я вообще вам Деньги даю Я как бы Все здесь покупаю Открываю школы И к тому же Монтифеори Тоже знал Тору Он говорит Смотрите Ведь Мордыхай Мордыхай Да В Медилатестер Святистер Он же знал 70 языков Ну давайте Хотя бы языки Будем учить Пускай учат Тору И языки Пускай знают Два-три языка Чего они целый день Учат только Тору А этот раввин ему Говорит Вы знаете Говорит Вот Мордыхай Он знал 70 языков Но он же был Один из самых Великих В народе Израиля Мудрецов Если все евреи Бы знали 70 языков Тогда эти два охранника Они бы свободно Не разговаривали На своем языке Поэтому говорит Не должны евреи Знать много языков Евреи должны знать Тору Заповеди И служить Богу Так ответил этот Великий мудрец ему Монтифеори Как бы он с этим Не особо согласился Но Есть вот такие Две позиции Есть позиция Когда ты учишь Тору И жизнь Вот мы сейчас Изучаем Тору Да Мы изучаем Как работает жизнь Ведь ничего не изменилось За 2400 лет Также все лезут К деньгам власти К славе Да То что делал То что делал Хашвирош Также есть вот эти Все советники Дальше вся история Будет разворачиваться Насчет Амана Который был Премьер-министром Который посоветовал Убить Вашти Сделать конкурс красоты Как он поднялся На самое величие И мы узнаем Что с каждым Из них было То есть мы увидим Что Эстер Которая хотела Скромно жить И которая не говорила Даже откуда она Что было с ней Мы увидим Что стало с Мордыхаем Мы увидим Что стало с Ахашвирошем Мы видим Что стало с этими Которые хотели Хотели убить царя Что с ними стало Их убили Их убили Вот этих двух охранников То есть Законы духовные Которые управляли Жизнью людей И миром Они не изменились Они Это аксиомы Меняется Айфон Или там Тесла Раньше ездили на конях А сейчас на Теслах Но все равно Что сейчас У кого-то лучше Тесла У кого-то хуже Что раньше был У кого-то лучше конь У кого-то хуже И счастье человека В жизни Зависит не от того Какой у него конь Или какая у него Тесла И даже не от того Сколько у него девушек Зависит от того Насколько он внутри Знает и понимает Духовные законы Которые управляют миром И живет в гармонии С пожеланием Бога Который сотворил мир Если ты живешь в гармонии С Богом Тогда у тебя внутри Будет счастье И не важно Ты на коне На осле На Тесле Значит все будет хорошо Все Желаю вам Хорошего месяца Адар Адар это самый веселый Месяц года Завтра Не завтра Завтра шаббат Шаббат шалом Значит те кто соблюдают Шаббат шаббат шалом Значит мы Встречаемся В воскресенье С 10 до 10 20 И продолжим изучать Третья глава Впереди у нас еще Третья глава До десятой главы В Медиладе Стер В Святистер 10 глав И с Божьей помощью 14 дней осталось До праздника Пурим Мы постараемся запомнить Закончить эту книгу До праздника Пурим Все Всем удачи Успехов Хорошего дня Счастливо